я понял что сюда ты свою палку воткнул это выражение по джеку лондон рыбалка охота всем привет это очередная охота в норвегии осень конец осени 23 год мы пришли с рыбалки если кто не видел рыбалка в предыдущем видео как раз с этой рыбалки мы и пришли ну и вечерком решили выйти море поохотиться буквально на пару часиков бегая вперед скажу ребят такой охоты у меня в принципе вся охота была там охота action в общем кто досмотрит до конца тут увидит смотрим счастье счастье вот оно счастье хотите знать как выглядит счастье вот лопатник забыл разворачиваем магазин в магазин едем за палтусом за палтусом как карту палтуса оставить что делать что что скидочную скидочную карту на палтусы оставить ну вот буквально уже у нас пол четвертого за это время погода сменилась три раза сначала был дождь потом штиль потом опять дождь ветер волны и вот сейчас сейчас мы выезжаем просто идеальная погода идеальная погода для могу многие расскажи почему норвегия почему ты в норвегии лет семнадцать восемнадцать назад мне не помню примерно вот так я заехал в норвегию и как то как турист на машине и когда ехал по норвегии я понял что что там что это такая мощная сторона кольфстрим все дела вот финляндия и эстония сразу по меркли по своей красоте вот я не знаю как но я понял что суда ты свою палку воткнул это выражение по джеку лондона когда забивали свой золотоносный участок на реке вот не знал как и чего и как это все будет потихоньку стал ездить самого с группами потом стал принимать людей до этого еще далеко до этого еще были года на ластах на ластах ты домой ехал через неделю синие с соплями и вот такой вот в такой вот коме потому что норвегия на огромное взять взять на ластах вообще никак мечтал о лодках во всем таком ну и процесс как это наращивался наращивался накручивался и это не бизнес первые семь лет это идея это идея просто в которую ты вкладываешься вкладываешься то что заработал фирма твоя заработала то что здесь какие-то копейки собой собрала ты вкладываешь кладешь во что-то это превратилось потом очень далеко потом большая идея в принципе в принципе я так понимаю не про деньги нет тут не про деньги тут про образ жизни просто тут ты живешь вот этой вот немного дикой жизни такой природа ты водки горы если у тебя есть лодка ты уже все ты уже король тут сайт у тебя все вышел по по красоте солнышко связь светит лодку за на якорь поставил нырну спокойно все делаешь все твои на вот смотри кто первый раз приезжает к тебе например да по видео он видит уловы прозрачность вот приезжают они к тебе например попадают в шторма сидят они там домах короче нет у них нет они к сожалению вот они приехали они сожалеют что приехали ну почти не сидят скажем так в эти шторма но один-два дня в неделю бывает камера коньяк конечно это никто не каждое нету сожаления потому что всю за тебя работу делает норвегия глобальная природа горы виды море рыба то есть я только эдакий проводник проводник в эту тайгу вообще я так посмотрел по своему опыту погода здесь меняется в принципе за час может поменяться там два очень легко да поэтому не надо бояться например что там за неделю вы просидите на базе не выйдете ни разу в море я задумаю что не все равно нет такого не бывает такое бывает потому что и нет кило лодочки штормовые выходишь там очень бурную погоду как когда рыбаки не выходят ищешь тихие места ну и вообще чтобы здесь быть как бы с рыбой но с рыбой тут можно быть окей но с как с какой рыбы какого размера рыбой большая проблема то есть за этим надо следить понимать где когда чего выходит как охотиться и так далее в этом фишка так то можно приехать господи сел в любой дом внутри фьорда и кроме каких-то сараных ракушек ты ничего не найдешь на на протяжении километров началась охота я неторопливо обныривал акваторию в надежде увидеть заветный ромб на белом песке и тут краем глаза я замечаю палтус сначала ты думаешь что тебе показалось потом ты начинаешь сматриваться да действительно это палтус потому что такой узор на дни и морском ни с чем не сравнится сердце начинает колотиться ты волнуешься но говорится голова боится а руки делают я знал что на палтуса надо заходить с головы поэтому я спокойно оплыл его завис в этом случае никогда не надо делать лишних движений сделал нырок подплыл буквально метров на три-четыре и сделал выстрел 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 был удачный и палтус оказался на грабуне он вымотал у меня всю катушку а дальше дальше борьба охотник вот который хочет приехать к тебе что он должен взять с собой например вот самое такое вот необходимое экипировка экипировка кроме кроме больших ружей ружей грузов это все и ремней до буев бури по всех этих связок это все есть потому что если кто-то ко мне летит самолетом ему неудобно все это вот костюм ласты маску трубку индивидуальное снаряжение я бы так назвал что принципе все охотники с собой самое главное наверное тоже это желание хотение как это приехал хоть что-то понял что-то через себя пропустил свои эмоции это все индивидуально ну не приехал нет у тебя эмоции не может рассуждать об этом а много много например к тебе рыбаков охотников возвращаются на следующий сезон вот есть какая-то например определенная каста которая вот но у нас позади ковидные года были сейчас тоже время такое когда люди не дружат а так я могу сказать что кто-то каждый год уже как традиция кто-то через год кто-то два раза в год кто-то раз в 10 лет 10 лет через опять приехали гей там все дела вот возвращаются постоянно когда турист был легкий удобный тогда группами когда вот сейчас допустим он по туризму нанесен прямо скажем удар конкретной политикой сейчас он такой больше одиночный ну и сейчас я принимаю очень друзей я осторожно стал выбирать лень и тут я заметил подтягивая палтуса поверхности что палтуса держит только флажок на гарпуне и я отпустил лень потому что я испугался если палтус сделает пару нормальных рывков он спокойно может сорваться с этого флажка на гарпуне у меня был один флажок поэтому я отпустил лень в надежде что палтус все-таки проденет себя до конца на лень через гарпун я пытался поднырнуть добрать палтуса ножом но палтус палтус был настолько живуч и резок что увидев меня моментально уходил просто срывался с места и уходил разматывая линии еще больше слушайте я обучаюсь уже 20 минут закричался до гена голос посадил гена плывет без здорового ружья просто просто невозможно поэтому парами надо стрелять его я уже устал я уже устал дырять и уже я уже все устал ну на своем опыте но у меня не такой огромный как у тебя для меня например где-то третья четвертая может пятая норвегия стало это уже не про рыбу это просто я приезжаю и у меня перезагрузка на целый год идет и мне потом опять хочется сюда вернуть в с настроениями например такими знаешь не дайте рыбы а вот дайте норвегию приезжая люди уже взрослые они уже понимают много где были на обычно это все-таки класс хорошего тут туристы охотники охотники очень самостоятельные взрослые ребята они подстрелят и приготовят и так далее то есть они очень-очень такой очень такой опытный кластер туристов очень хорошего туриста отборного вот они понимают эти вещи понимают погоду все понят они приезжают на день на 10 дней и это дни если домик в домике посидеть отдохнуть и гальфсии посмотреть северное сияние и по философствовать и чуть-чуть попить и время провести за столом и выйти в луг хорошую погоду поохотиться это уже не то не гон за рыбы это уже эдакая философия мы эти дни так живем полтус был уже на линии и у меня пришла такая идея я взял гарпун гарпун кстати уже был угнут я взял гарпун перезарядил его еще раз в ружье и решил добрать его этим же группу нам которым я и стрелял палтуса вот сейчас будет нырок выстрел гарпун не пробивает палтуса так как гарпун кривой а ружье у меня состоит из направляющих стенки держали гарпун и выстрела хорошего не получилось в общем затея моя не удалось наконец-то подплыл гена и пытался добрать палтуса ножом хотя я попросил гена давай будем стрелять нет говорит он будем добирать ножом ну вот его первая попытка из палтус борется гена пытается добрать его ножом смотрит на мой гарпун в ужасе потому что он не пробил палтуса он сначала не заметил что это уже второй выстрел ну видите у него ничего не получилось палтус дает бой и уплывает гена отдыхает собирается с мыслями и пытается очередной раз добрать палтуса ножом благо глубина небольшая восемь метров но что из этого выйдет смотрим очередной удар ножом но палтус не сдается палтус опять срывается с места и уходит ну что ну а что ты бы хотел сказать тем кто еще не приехал вот они хотят собираются знаешь как вот каждый год он хочет человек и каждый год тысячи причин чтобы не приехать но на протяжении года он все время хочет вот что и вот как его подтолкнуть наполеон говорил если я готов войне на 30 процентов можно начинать войну никогда не будешь ты готов на стоп нас 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 на сто процентов никогда достаточно 20 30 процентов решил по я решил поехал с каждым годом у тебя шансы то согласен 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 в общем ребята кто будет смотреть это видео до конца я считаю так если у вас есть желание малейшее желание на прав 30 процентов 20 процентов собирайтесь приезжайте а тут вы уже сами решите ваша тема или не ваша тема но я скажу что вы просто заболеете заболеете этот красотой этой природой 3 попытка добрать палту за ножом удар ножом и у кена застревает нож в палтусе и он не может его вытащить поэтому он всплывает вместе с ним гена устал я тоже устал палтус палтус вымотался мы пытаемся не мы гена пытается высвободить нож из палтуса и у палтуса откуда-то появляются силы и он делает наверное последний рывок к свободе но нож нож остается в гена руках осталось чуть-чуть один раз скажу хорошо машина большая подождем четвертый нырок гена спокойно подплывает палтусу палтус уже не срывается с места гена берет его спокойно руками под жабры и спокойно всплывает на поверхность и в этот раз все получилось наши усилия были вознаграждены и прекрасная рыба палтус отправляется на гукан и и Субтитры создавал DimaTorzok Этому Гальвстриму есть один противовес. Это Владивосток. Там может быть более мутно. Это очень далеко. Это Японское море. Это очень похожая флора под водой. Но сюда-то добраться намного легче. Есть многие охотники, кто со мной начинал, охотился. Когда Норвегия послужила такую печальную службу, люди перестали охотиться дома. Они перестали лазить по своим болотам, речкам. Они больше не могут. Я не могу идти искать Балтийскую камбалу. Я не могу. Я не могу купить скумбрию в магазине и есть ее. Она у меня обратно идет. Здесь свежая, здесь другой вкус. То есть это тоже и плюсы, но это и такие моменты, когда люди начинают менять свой образ жизни. Поэтому если ты не вылезаешь из своего болота, какое бы оно ни было, там прекрасное, леневое, щучье там или еще чего. Вот. Ну, блин. Давайте так, о чем, о чем. Ну что, все. Палтуса сейчас затаскиваем. Забираем Гену и на базу. Отохотились. Полный бардак. Нет, отхотились хорошо. Отлично. Я Палтуса не видел. Ну, вон Гену. Ага. Все, вытаскиваем. Где-то быстрее меняется. Красавчики, красавчики. Сейчас Гену еще какой-то мастодополусу привезет. Молодец, молодец. Его опять, опять. Опять. Красава, опять красава. Опять. Ты что, сладем? Так, что мы делаем? Проходим мимо. Опа. Сейчас положу. Ого. Ого. Красава. Смотри, какая. Это сразу кинул так. Предвязательно. Это как вчерашний на спидинг, да? Наверное, да. Три засадочки поменьше. Что-то в этом роде. Красавчик успокоился. Это я его успокаивал долго, да? Гена, тыкал три раза. Да. Вы уже нет силы. Ага. Ну, как-то так. Мы отохотились. Уже вечер. Красавчик. Красавчик. Ну что, Ген, сколько ты знаешь? 25-30. Нет, Ян, за двадцатку доллара. Нет, 25. 25. 25. Этот 25, толстый. Ну как-то так. Померим? Померим. Померим. Померим, расскажем. Покажем. 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 Меня. Покажем. Моим и с этим. Месяц. Ну как-то так. Слушайте, я столько палтусов в кино не видел. Как здесь. Да, и кстати. Кстати, кстати, кстати. И... Тыска. Я вам должен положить... Хороша. Хороша тыска. Вот наружок сюда ноутся. Вот такой. Во. Во-во-во. Как-то так. Будете у нас здесь поблизости заходить в гости. Ну... Хе-хе-хе-хе... Хм. kn... ... ... ... Продолжение следует...